Сегодня в Тегеране состоялись переговоры, которые могут повлиять на судьбу Сирии. Лидеры Турции, Ирана и России обсуждали ситуацию в той самой провинции Идлиб. И даже, как сообщает информагентство, договорились о согласовании действий в Сирии. Эта встреча прошла явно в пику американцам. Россия настаивает на возврате Идлиба под контроль Башара Асада. Иран желает сохранить свое присутствие в Сирии, хотя выдавить оттуда иранские силы – одна из главных задач США. Ну а турецкий лидер опасается новой волны беженцев из Сирии. В том случае, если битва за Идлиб все же начнется в ближайшее время и пойдет по тому же жесткому сценарию, по которому войска Асада возвращали контроль над другими территориями. И, кстати, уже сегодня появилась информация о том, что США и Россия активно обмениваются, скажем так, предупреждениями по Сирии. Якобы россияне уже дважды сообщали американцам о готовящихся ударах по тем районам Сирии, где действуют войска США. В свою очередь, американцы ответили, мол, любой неточный удар приведет к прямому столкновению с армией США. Американцы, здесь я цитирую, без колебаний применят силу для защиты себя, коалиции и партнеров. Предупреждения сыпятся и из Европы. Французы уже обещают, если Башар Асад, как раньше, применит химическое оружие, то войска Франции будут готовы к удару вместе с американцами. Похожие заявления звучат и в Британии. Наши действия будут напрямую связаны с поведением нашего партнера, Соединенных Штатов Америки. У Франции есть возможность действовать самостоятельно, однако мы выражаем солидарность с нашим американским стратегическим союзником. И это важно для Франции, поскольку видение ситуации в Сирии одинаковое для обеих сторон. И эту проблему мы хотим преодолеть вместе.